И эпицентр празднования – 74-й годовщины Великой Победы, Аллея Славы и памятник неизвестному матросу. Сюда в течение дня приходят люди. Тысячи одесситов уже почтили память погибших у Вечного Огня и возложили цветы к подножию монумента. Гора Букетов уже выше человеческого роста. Атмосферу торжества ощутили наши корреспонденты. Одесса, которая первой была удостоена почетного звания города-героя, отмечает День Великой Победы. 9 мая тысячи людей идут к монументам, чтобы почтить героический подвиг освободителей, подаривших родной земле мир и свободу. По случаю 74-й годовщины памятной даты состоялась церемония возложения цветов у памятника неизвестному матросу на Аллее Славы. Традиционно в этом приняли участие руководство города, области, народные депутаты Украины, депутаты городского и областного советов, духовенства и все неравнодушные одесситы. Сохранить правдивую историю, передать ее подрастающему поколению и сделать все для того, чтобы на родной земле воцарился мир – лучшее, что мы можем сделать для ныне живущих ветеранов, считает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Нужно объединиться, нужно прекратить военные действия на Востоке и Украина как государство целое неделимое будет еще развиваться и получит экономический рост, если будет стабильность в стране. Я очень хочу, чтобы наши дети, наши внуки никогда не знали слова «война». Благодаря активной позиции народного депутата были проведены масштабные акции «Мы защитим ваш праздник». Ее поддержали ветеранские и молодежные организации города. В результате 9 мая удалось отстоять на государственном уровне. День Победы отмечаем великий праздник и я рад, что такие люди, как Сергей Васильевич и многие другие, не предают историю и помнят, и защищают эту историю в Великую Отечественную войну. И не переименовывают ни улиц, ни историю нашу. И это радует, что есть такие люди. Очень серьезное внимание уделять ветеранам войны. И в первую очередь всем ветеранам, всем категориям. И всегда это не происходит только на 9 мая, это происходит в течение года. И это не касается только каких-то застолий, это касается и материальной помощи, это юридической помощи, это социальной помощи. День Великой Победы – праздник, глубоко почитаемый среди многих граждан. Напомним, что в берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей Великой войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров. 6 250 танков и самоходных орудий, 7 500 самолетов. Потери оказались огромными. По официальным данным, советские войска потеряли 352 тысячи солдат и офицеров. Я в этот период был еще молодой. После этого был уже по возрасту призван на действительную военную службу. Откуда было управлено военно-летное училище в Оренбурге. И после выключения этого училища попал в первые дни фронта. А на самолетах пешка и туполю – это сами такие самолеты. Ну, там освобождали очень много населённых пунктов. Там бои были страшные. Очень много погибло наших воинов. Все, которые жили и служили в Советском Союзе. Это было 8 числа. Нас командир бригады собрал всех. Я служил в воздушно-десантных войсках. Говорит, ну, хлопчики, кончается война. Переедем домой и будете жить, как в сказке. Да, вы поняли, в чем я. Желаю молодежи никогда этого не видеть, но знать обязаны. Уважать старших обязаны, как и мы уважали. Но главное, чтобы не болели. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы состоялись и на площади 10 апреля. При огромном стечении народа здесь стояла особая торжественная атмосфера. По случаю праздника у Стеллы Крылья Победы также возложили цветы к памятному монументу. День славы, день мужества. День, когда мы вспоминаем наших героев, которые не вернулись с войны. Мы вспоминаем наших героев, которые защищали Одессу. Вспоминаем наших героев, которые прошли от Одессы до Берлина. И сегодня, слава Богу, десятки еще живы. Их с каждым годом все меньше и меньше, но они есть. Вот смотрите, у меня слева, справа, за спиной находятся ветераны. Они являются носителями истории нашей, истории Великой Победы. И пока они живы, вряд ли кто-то еще раз попытается переписать истории. Я думаю, праздновать в 8-м или 9-м надо спросить ветеранов, которые воевали, кровь проливали. А те, которые сейчас задают вопросы, они не знают о победе ничего. Они не жили в то время. А переписать историю, обманывать людей – это плохое дело. Поэтому хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех тех, которые дожили до Великой Победы. 74-й годовщина победы над фашистской чумой. Это радость, это пасхальная радость. Во время войны около 2,5 миллионов воинов-украинцев были награждены орденами и медалями. Более 2 тысяч воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Из них 36 одесситов. Дошел до 64-го дома в Новосельской. Там для меня бой закончился за Одессу. А потом началось разминирование оперного театра. Вот меня туда и бросили. И вот я там и был. Не надо эту историю искажать. Понимаете, искажать ее не надо. Потому что она страшная, но правдивая. Я в 15 лет ушла на фронт. В фронтовых условиях закончила курсы радистов. И дальше служила. Мы продвигались. Мы все время продвигались вперед. Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Австрия, Германия. А победу наше подразделение переслали в Венгрию. И мы уже в Венгрии застали победу. Это святая победа. Помню от первого до последнего дня начала войны. Это было неопозуемо печально и страшно. Я пришел домой. Родители начали собираться быстро. А вокруг было под Николаевым. Вокруг были авиационные налеты. Яков Савченко освобождал родной город. Прошел всю войну до Берлина. 2 мая, устанавливая флаг победы над трех канцелярией, с боевыми товарищами попал в засаду и получил тяжелую травму. Дорогие вечера, я дожил до сегодняшнего дня. Поздравляю вас с Днем победы. Яков Андреевич боролся за то, чтобы мир на земле. И хай будет мир. И глубокая пошла всем ветеранам, которые дожили до сегодняшнего дня. И честь, и память. И тех, кого нет среди нас. Яков Андреевич, и поминает. И очень вспоминает Амура Ивановича. Всех боевых побратуем. При юридической академии, национальном университете юридической академии, Яков Андреевич еще ведет ветеранский актив. Ветеран, он является главным ветераном. И, безумовно, был нещодавно у Сергея Васильевича Кивалова. Очень теплый прием. Сегодня в Одессе проживает всего 80 ветеранов Великой войны. Чтить живых и помнить о погибших – долг каждого человека.